Инвестиции в старость Будет ли действовать программа господдержки На прививку становись В Кандалакшу поступила взрослая вакцина От сезонного гриппа Кандалакшские литераторы Отметили 20-летие клуба Феникс Неприятность на каждом шагу Именно так можно сказать о том Что творится в нашем городе на дорогах Сейчас эта тема звучит даже угрожающе В Кандалакше травмоопасный период Причем страдают в первую очередь пешеходы Еще в октябре статистика по травматизму В результате гололедицы свидетельствовала Более чем 80 случаев различного рода Телесных повреждений Цифра неуклонно растет А особенность нынешнего периода еще и в том Что в местах, где песком уже посыпали Все равно сейчас скользко Причина понятна Погода резко меняется А коммунальные службы оперативность не проявляют Порушения уже есть За ноябрь два акта составлены На ОМДУ Который у нас осуществляет расчистку от снега Мы содержимый в зимний период Контроль осуществляется регулярно Выездами ежедневными Также по звонкам Жители города тоже реагируем Выезжаем, проверяем Так ли это, не так Подсыпано, не подсыпано Еще подсыпка противоголовливыми материалами Осуществляется подрядными организациями У нас их не одна Участков в городе много Ими осуществляется такая подсыпка Все подсыпать, весь город одновременно В единой части нельзя, невозможно Но подсыпка такая идет Мы проверяем Проезжая часть, как поясняют в администрации В данный момент серьезных нареканий не вызывает Что касается тротуаров Замечания имеются Коммунальщики пообещали проверяющим Непорядок устранить По поводу состояния дорог Звонки горожане могут направлять В отдел городского хозяйства По номеру 94852 А за придомовые территории Отвечают, как известно Управляющие компании ТСЖ Вот к ним-то и претензии Если, к примеру, крыльцо родного подъезда Позволяет не спуститься, а скатиться В Кандалакшский район Поступила противогриппозная вакцина Ее ждали уже давно Но возникли некоторые трудности У фирмы-поставщика Буквально сегодня лекарство Было доставлено Это около 13 тысяч доз Сделать прививку от сезонного гриппа Можно бесплатно во взрослой поликлинике В ЦРБ и в поселковых фельдшерских пунктах Ни для кого не секрет, что грипп Заболевание серьезное и опасное Своими осложнениями Поэтому одним из самых эффективных Способов защиты от гриппа Является иммунизация Вакцина под названием Гриппол Уже поступила в Кандалакшский район Она соответствует всем требованиям Эффективности и безопасности Данная вакцина защищает Не только от тяжести течения заболевания Но и от возможных осложнений По словам медицинских работников Вакцина практически не вызывает Никаких побочных реакций Практически здесь никаких не бывает реакций При этом гриппе Очень бывает редко повышение температуры Но она бывает где-то день Два больше не бывает Но и осложнений бывают В месте инъекции, укола Там бывает и на инфидратик небольшой Только вот такие А так, в общем-то, она не приносит никакие проблемы Противогриппозную прививку Можно сделать бесплатно в городской поликлинике С 8 утра до 15 часов дня В кабинете номер 13 А также в поликлиническом отделении На Неве-3 Также с 8 до 15 часов Чтобы россиянам приумножить Свои пенсионные накопления Государство предложило трудоспособным гражданам Стать участниками программы Государственного софинансирования Она действует с 2008 года Но совсем недавно появилась информация О том, что инвестирование Может быть приостановлено Уже на протяжении нескольких лет Государство ежегодно удваивает добровольный взнос Тех, кто пожелал присоединиться к софинансированию Таким образом, при выходе на пенсию Участник программы приобретает право забрать свои накопления Это можно сделать либо путем получения срочной выплаты Либо в виде выплаты накопительной части трудовой пенсии по старости В течение всей жизни В местном отделении пенсионного фонда заверили Программа софинансирования прекращена не будет Слухи связаны с тем, что на сегодняшний день Мы производим выплаты средств пенсионных накоплений Хочу успокоить граждан, что эта программа Государственного софинансирования Определенно 56-м федеральным законом Действует и будет действовать на протяжении 10 лет Так, как это было запланировано Достижение пенсионного возраста Необходимые условия для получения денег Накопленных по программе софинансирования Она продлится как минимум до 2022 года Стоит добавить, что назначение любых выплат И частей пенсии производится только по заявлению Для его заполнения нужно прийти в пенсионный фонд Захватив с собой паспорт и страховое пенсионное свидетельство Далее новости короткой строкой В ближайшее время заполярные парламентарии Рассмотрят закон об областном бюджете на 2013 год Региональный кабинет министров уже утвердил Основные параметры областной казны на следующий год Известно, что больше всего потратят на социальную политику А меньше всего на поддержку средств массовой информации и на оборону Приоритетным, как и в прошлые годы Будет финансирование в отраслях образования и здравоохранения Примерно 10% от всех расходных обязательств Уйдет в сферу ЖКХ Затянуть пояс придется в направлении развития спорта А также в области культуры В ГКЦ Нива открылась выставка рисунков, посвященная дню сотрудников правоохранительных органов Авторами экспозиции выступили воспитанники художественного отделения детской школы искусств Ребята постарались отобразить в своих работах будни полицейских Четверо ребят из Кандалакшского района За отличные успехи в учебной и спортивной деятельности Будут отмечены стипендиями и премиями губернатора Мурманской области Согласно постановлению правительства Премия главы региона будет вручена Илоне Калининской, учащейся 10-й школы И Юрию Талых, воспитаннику Спортивной школы Олимпийского резерва Фанатурбанум Стипендия губернатора присуждена Студенту индустриального колледжа Евгению Камбауму И Ивану Родину, воспитаннику с Дюшор Подать заявление в полицию или сообщить о каком-либо правонарушении Граждане теперь могут не выходя из дома Достаточно воспользоваться возможностями портала госуслуги Обращение, направленное по интернету, в течение часа Поступает в дежурную часть полиции Регистрируется и передается в работу Ответ на заявление гражданину приходит в установленные законом сроки По электронной почте Литературный клуб «Феникс» отметил свой 20-летний юбилей Сегодня это объединение, куда входят более 20 кандалакшских литераторов Многие имена знакомы не только в нашем городе, но и далеко за его пределами Это и Николай Колычев, и Олег Бундур, Елена Рыхлова и многие другие По традиции, члены «Феникса» собрались вместе, чтобы в тесном кругу отметить юбилейную дату Литературный клуб «Феникс» объединяет кандалакшских литераторов уже два десятилетия Он возник еще в 92-м году на осколках литературного объединения При газете «Кандалакшский коммунист», которое в свое время создал Ефим Разин На встрече звучали добрые пожелания и поздравления, в основном в стихотворной форме Талантом возраст не помеха, стихи и проза нам утеха Плагаем, как и приодистанцы, поем и песни, и романсы И в коре радостно звучат, и голос бабки, и внучат Итак, мы книгу открываем и авторов вам представляем Состав литературного кружка менялся не раз Сегодня членами клуба являются люди самых разных профессий Есть и педагоги, и врачи, много пенсионеров Некоторые только сейчас начинают делиться своим творчеством Другие в составе «Феникса» уже долгие годы Лет 10 уже я являюсь членом клуба Когда сын поехал учиться в университет И стала одинока, и я пошла А пишу вообще с 9 лет Пишу стихи Разные и на события, и лирические Ну, в общем, лечат душу стихи К юбилейной дате был издан коллективный сборник «Созвездие Феникса» Это далеко не первая книга, которая выпускается силами членов литературного кружка Кроме того, их произведения печатаются на страницах городских и областных изданий Литераторы регулярно проводят встречи, на которых делятся друг с другом своими идеями Мы все приходим, садимся за стол, чай у нас И каждый читает свое, что он написал Мы раз в месяц собираемся И каждый читает, что он за месяц написал новенького Знакомит нас, значит, мы обсуждаем Кому-то что-то, допустим, покажется там где-то Ну, не так, как будто что-то И подсказывают, а там уже автор смотрит Планов литературного клуба очень много Это и встреча с читателями, и выпуск новых книг и сборников А кроме того, знакомство с новыми авторами Ведь двери «Феникса» всегда открыты для талантливых людей Которые желают поделиться с другими своим творчеством В Кандалакше стартовал новый осенний сезон игр «Что, где, когда» Первый тур прошел в эту субботу в Дюц-Ровесник Чтобы продемонстрировать свои интеллектуальные возможности Туда пришли представители пяти школьных команд И шести сборных предприятий, организаций и учреждений города По накалу страстей эта игра ничуть не уступала встречам Которые мы привыкли видеть на федеральном канале С участием именитых знатоков Основная борьба за победу в осенней серии игр «Что, где, когда» Развернулась между молодежными командами нашего города Свои сборные по приглашению отдела по культуре и делам молодежи Выставили Кандалакшский алюминиевый завод Горэлектросеть, Теплосеть, Центр Гармония и Зао Каскад В первом туре игры победу одержали представители металлургического предприятия Во втором по количеству набранных баллов теплоэнергетики По итогам заключительного тура игры в тройку лидеров Вошла еще и команда Горэлектросети Следующая битва интеллектуалов состоится 1 декабря Состав участников еще формируется Желающим принять участие в осенней серии Когда необходимо обращаться в отдел по культуре Подробности можно узнать по телефону 9-32-67 Далее прогноз погоды Его представляет Восточный экспресс-банк Сегодня ночью в Кандалакше ожидается облачная погода Ветер западный, северо-западный 10-13 метров в секунду Температура воздуха минус 2-5 градусов Днем ожидается переменная облачность Ветер западный, северо-западный 5-7 метров в секунду Температура воздуха будет понижаться К вечеру 20 ноября синоптики обещают до минус 8 градусов Атмосферное давление в течение дня будет понижаться 20 ноября солнечная активность низкая Геомагнитное поле возмущенное Прогноз погоды представляет Восточный экспресс-банк Пункты выдачи кредитов Город Кандалакша, улица Пронина, 24 Город Полярная Зорь, улица Ломановсова, 3 Восточный экспресс-банк Банк, который рядом Это были все новости на сегодня Смотрите на завтра в это же время Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин